Если нет дождя, Михаил едет на работу сам, на велосипеде. Уже 4 года офисный работник летом выбирает для себя такой транспорт. Несмотря на то, что в пути приходится попотеть. Мужчина живет в Новоалтайске, 25 километров, полтора часа и он на работе. В принципе не сильно страшно, но есть несколько моментов на трассе, где есть, скажем так, ответвление для слива воды, и их приходится объезжать прямо близко к машинам. Вот там немножко волнительно, конечно. Главная опасность – это внезапно самому грохнуться на дорогу. Я думаю, вот здесь водители могут не среагировать. Кстати, сейчас Михаил еще и автоматический участник акции на работу на велосипеде. Она проходит по всей России, по ее условиям жителям стоит выбирать экологичный транспорт. В Барнауле от этой акции больше велосипедистов не стало. Те, кто и так предпочитал два колеса, продолжают это делать. А новички могут просто бояться наших дорог. Так Михаил попадал в ДТП, на него наехало такси, и тогда его спас шлем. По своему опыту мужчина уверен, меры безопасности нужно соблюдать. Особенно у нас, где нет велодорожек. Каждый день я добираюсь на работу на велосипеде, и ехать приходится по дороге, либо по тротуару. В первом случае можно попасть под машину, а во втором – наехать на пешехода. В 2018-м в Барнауле говорили о создании велодорожек на трассе здоровья. Тогда мало кто понял, зачем выделять велополосу в лесу. Чуть позже велосипедистам города выделили место на аллее Исакова и в Изумрудном парке. А барнаульские архитекторы проектируют целую сеть велодорожек и надеются, что мы увидим их лет через пять. И там разные есть варианты сценарии. Можно дублировать основные транспортные магистрали крупные, а можно, например, привязывать велодорожки к экологическому зеленому каркасу города и стараться большую часть дорожек прокладывать через существующие скверы, бульвары, парки. Но важно не только обустроить велодорожки, говорит Максим. Их нужно отделить и от проезжей части, и от тротуара. В качестве разделителя архитектор предлагает использовать зеленые насаждения, малые архитектурные формы или просто столбики. Тогда снизится и количество аварий. В 2020-м в ДТП попали 60 велосипедистов, в этом году уже пятеро. Двухколесный транспорт – это сезонный транспорт. Водители за зиму отвыкают от присутствия такого транспорта на проезжей части. Он малогабаритный, менее заметный, и поэтому не всегда вовремя успевают заметить велосипедистов. Особенно, когда велосипедисты, нарушая правила дорожного движения, переезжают в проезжую часть верхом на велосипеде, не спешиваясь. А еще обзору мешают припаркованные машины, из-за чего велосипедисты выезжают дальше разрешенной крайней правой полосы. И решить эту проблему можно только с помощью велодорожек, считают в ГИБДД. Так что будьте осторожны на двух колесах, а всероссийская акция на работу на велосипеде продлится пару недель. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком.